добрый день друзья сегодня у нас 4 апреля 2020 года такая у нас погода солнечно такая температура порядка 15 градусов на пол десятого утра сегодня хочу вам показать свою рассаду какая она на сегодняшний день что с ней именно по сортам смотрите это первый номер там 1 это малиновое пламя так он выглядит это у нас гибрид так малиновое пламя это 46 дней напомню 22 февраля был посеян они все были посеяны 22 февраля зашли там через 5-10 дней все по-разному в общем так второй номер у нас черная богиня так она выглядит это сорт тоже он поздно взошел и по-моему один зашел всего из пяти семян так что так вот черная богиня третий номер вот третий номер полосатый шоколад и те тоже поздно зашел эти какая разница у них у всех потом четвертый номер малиновая империя вот он уже он быстро взошел и вот так сейчас выглядит уже у всех порядка семи десяти основных листьев так пятый номер винтаж так выглядит третье листья у него как отличаются от всех картофельные какие-то так следующий у нас шестой номер бурая гроздь вот он самый такой как бы подтянутый и стволик тонкий хотя у всех все они в общем в одинаково условиях растут значит такие сортовые особенности него вот и дублер у него тоже такой же тоненький стебель смотрите так бурая грусть потом седьмым номером у меня идет пин парадайз это промышленный сорт и он там вот так он выглядит тоже поздно взошел семена были покрытые оболочкой что из-за этого сейчас он выглядит вот так помню 46 дней как они были посеяны пин парадайз 7 номер потом идет идут мои семена черный принц он самый такой 8 8 номер черный принц смотрите какой у него стебель толстенький и вот он быстрее всех зашел вот так вот сейчас в таком на таком этапе развития он час ну и потом идет монгольский карлик меня темат таком они сейчас состоянии все они одинаково взошли так они сейчас выглядят так и вот мой давнишний любимый сорт комнатных томатов этот красная шапочка так она выглядит сейчас один вот хочу выращивать в горшке на подоконнике сейчас он здесь за бортом а вот один кустик будет у меня расти в кашпо на улице посмотрим что из этого выйдет он уже цветет видно не видно так с масса да все как бы хочу вам показать я вырастил хлорелу домашних условиях вот я как говорится маточный раствор покупал вот этой фирмы суспензия хлорелы оказалась живая все нормально в некоторых я смотрел не могли вырастить как я делал вот на 5 литров ну чайную ложечку вот этот растворение использовал вот в этих двух баллонах на чайную ложечку треть чайной ложечки на 5 литров в общем вот этого удобрения растворим а вот в этом баллоне вот в этом я использовал фертика люкс есть такого финское удобрение вот сравните получилось с фертикой более какой-то желтый цвет у раствора у суспензии в этой получился такой раствор и вот смотрите с оригиналом сравнить мне кажется лучше использовать растворим не знаю чем это связано может какие-то муж железо туда входит вот фертику из-за этого получился он более жутко как бы сейчас время есть с этим режимом самоизоляции всякого рода эксперименты получилось это сделать а так он если покупать дорого что-то стоит его расход очень большой получается а так можно использовать свою хлорелу не знаю насколько она эффективна может это как говорится плацебо какое-то ну во всяком случае хуже не будет это точно так что как то так на сегодня кому интересна эта тема подписывайтесь оставляйте комментарии всем всего доброго здоровья всего хорошего до свидания